Как часто мы не можем понять другого человека? И ладно, если это случайный, ничего не значащий для нас человек, но ведь порой и общение с близкими людьми становится мучительно тяжелым. Давайте разбираться, почему так происходит. Причин две. Особенности нашего мозга и особенности культуры. Разберемся сначала с мозгом. Нейрофизиологи выяснили, что у каждого из нас больше, чем один мозг. Точнее мозг-то один, но состоит он из множества отделов, которые работают по-разному. Очень упрощенно мы можем рассматривать мозг, как состоящий из двух важных частей. Древний и новый. Древний мозг действительно очень древний, ему больше 50 миллионов лет. Он функционирует, как у наших родственников, животных. Новому всего-то навсего 100 тысяч лет. Блогер Тим Урбан в своей известной лекции на TED назвал эту часть мозга «Обезьянка семиминутного удовольствия». Метафора хороша, воспользуемся ей и мы. Древний мозг отвечает за поддержание жизненных функций, таких как дыхание, ходьба, моргание и многие другие. Он же отвечает за эмоции, поэтому мы будем называть его эмоциональный мозг. Новый мозг отвечает за абстрактное мышление и логику. Именно он отличает нас от животных. Назовем его рациональный мозг. Благодаря новому мозгу люди создали науку, искусство, религию и вышли в космос. Может сложиться впечатление, что рациональный мозг главный. В каком-то смысле это действительно так. Именно в коре головного мозга происходит осознание человеком самого себя, своего места в мире. Именно новый мозг – хранилище нашей личности. Однако не все так просто. Если попытаться с помощью метафоры описать взаимоотношения древнего и нового мозга, то это будет похоже на взаимоотношения всадника и лошади. Да, всадник главный, он решает куда ехать. Только вот у него нет прямой связи с копытами. Он может приводить их движение только через мозг лошади. И когда лошадь спокойна, она подчиняется воле всадника. Но вот она испугалась и понесла. И ей уже плевать на его команды. Она сама выбирает дорогу. Сначала разберем работу древнего мозга. Он работает так. Есть ситуация. Мозг сравнивает ее с потребностями. Помните пирамиду Маслоу? Вот она. Сравнил, например, с потребностью безопасности. Сделал вывод, что ситуация опасная. И перешел к действию. Например, убежать. В этой схеме эмоция – это внешне различимая часть всей этой цепочки. В данном случае эмоция – страх. В общем, эмоции, которые мы переживаем и можем наблюдать у других людей – это такой механизм, выработанный эволюцией, чтобы отвращать нас от того, что может быть для нас опасно, и подталкивать к тому, что может быть полезно. Когда потребность не удовлетворена, мы испытываем неприятную эмоцию. Когда удовлетворена – приятную. Помните, как в известном мультике? Извините, я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу удобрить начну. Рациональный мозг работает иначе. Он сравнивает ситуацию с тысячами абстрактных понятий. Делает логический вывод. Например, он очень любит оценивать по шкале правильно-неправильно. После этого передает вывод древний мозг, и уже тот переходит к действию. И вот мы уже вплотную подошли к сложностям в общении. Дело в том, что человеческая природа такова, что практически невозможно принять совет от того, кто вас не понимает. Поэтому прежде чем попросить человека изменить какое-то поведение, мы должны дать ему возможность почувствовать, что мы его принимаем. Иначе никак. Но рациональный мозг настолько умен, что его ум играет с ним дурную шутку. Когда рациональный мозг начинает говорить, он порой говорит на таком языке, который вообще недоступен мозгу эмоциональному. Как в анекдоте, когда ребенок спросил. Папа, а почему когда яблоко откусишь, оно делается коричневым? Дело в том, сынок, что в яблоке имеются различные химические вещества. Например, ферменты полифенолоксидазы. Так вот, когда полифенолоксидазы вступают с кислородом в химическую реакцию, получается окисление. В результате получившееся вещество окрашивает яблоко в коричневый цвет. Папа, а с кем это ты сейчас разговаривал? В общем, если слова не те, происходит трагический обрыв связи. Или, иначе говоря, бывают слова мосты и слова стены. Американский психотерапевт Маршал Лазенберг описал два типа общения. Жизни отчуждающие и эмпатическое. Жизни отчуждающие общения основаны на осуждении, обвинении, критике, критике сравнений. Оно встречается в жизни чаще. Дело в том, что тысячелетия люди воевали, враждовали и конкурировали. Поэтому оценивать нам гораздо легче. Но все это слова стены. Эмпатическое же общение позволяет устанавливать связь между людьми. Эмпатия означает умение понимать эмоции и потребности других людей. Не нужно путать ее с симпатией, устойчивым и позитивным отношением к другому человеку. И с сопереживанием, когда мы можем чувствовать примерно то же, что и другой человек. Правила эмпатического общения такие. Первое. Сначала связь, коррекция, потом. Второе правило. Говорить нужно о чувствах и о потребностях. Не делать оценку поведения другого человека. Разберем пример. Ребенок говорит. Я ненавижу школу. Я не хочу в нее ходить. Родитель отвечает. Да что ты такое говоришь? Человек не может жить без образования. Эмоциональный мозг ребенка слышит. Он меня не понимает. Он опасен. И сразу стена. Можно сказать иначе. Да, я вижу, допекла тебя эта школа. Родитель понимает чувства ребенка и говорит о них. Эмоциональный мозг ребенка слышит. Он меня понимает. Можно говорить дальше. Или еще пример. Жена говорит мужу. Как можно быть таким неаккуратным? Эмоциональный мозг слышит. Она меня осуждает. Она плохая. И сразу стена. Лучше будет сказать так. Дорогой. Мне неприятно, когда вещи не на месте. Для меня очень важен порядок. И вот так получается связь. Конечно, это только начало диалога. Но здесь, по крайней мере, диалог возможен. Итак, благодарим за внимание. Эту презентацию для вас подготовили мы, Михаил и Галина Городок. В маленькой презентации мы только коснулись темы эмпатии. Но вы можете прочитать больше на нашем блоге по адресу городок.топ или на сайте эмпатия.про Если понравилось, лайкайте, делайте перепост. Счастливо!